В Польше стартовало голосование как на парламентских выборах, да, и вот референдум, о котором мы говорили, мы обязательно сейчас вспомним, какие вопросы выносятся на референдум, чтобы жители страны, поляки, то есть, дали свои ответы. Парламентский выбор, результат, все-таки, да, который приведет к дальнейшим последствиям, какой будет дальнейший курс страны внутри ЕС и поддержки Украины. Об этом, обо всем говорим с нашим гостем. Сегодня это Михаил Цымбалюк, заместитель суппрезидателя Депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польша, с нами на связи. Приветствую вас, очень рада вас видеть. Добрый день. На взаим, обожаю всем здоровья. Да, здравствуйте всем, желаю здоровья. Я напомню нашим зрителям, избирательные участки Польши открылись сегодня в 8 часов утра по киевскому времени, будут работать также по киевскому времени до 22.00, то есть на протяжении всего дня в наших эфирах вы увидите определенный анализ происходящего в Польше, как будут проходить сами выборы. Ну и о прогнозах также будем говорить. Также добавлю, выбираю 469 депутатов, 100 сенаторов на 4-летний срок. Вот давайте тогда об этом все-таки хочется поговорить. Но первый вопрос, Михаил Михайлович, хочу все-таки, Михаилович, хочу вас спросить, как отразятся выборы для самой Польши, потому что, как вы считаете, исходя из того анализа, который можно сегодня понаблюдать, для себя все-таки прокомментировать, что сегодня выборут поляки, да, вот многие называют, что это выборы стабильности против перезагрузки. В этом контексте вспоминают, да, правящих консерваторов из партии «Право и справедливость», которые претендуют все-таки уже на такой исторический третий срок у власти, которые все-таки, ну, предлагают определенного вида стабильность. И есть у нас либерально-гражданское коалиция, прошу прощения, которая предлагает обществу перезагрузку. Как вы считаете, в данном контексте все-таки, что выберут сегодня поляки? Они выберут стабильность, либо же определенного характера перезагрузку для своей же страны? Спасибо вам за этот вопрос. Чтобы не выбрали поляки, для Украины важно, чтобы как можно быстрее была создана новая коалиция, которая начнет работать. Потому что для Украины, как для государства, важно то, что кто бы не пришел к власти в Польше и не создал бы коалицию, то есть большинство, нас будет объединять только одно — общий враг. Так как и украинцы, и поляки прекрасно понимают, что наибольшие вызовы — это Российская Федерация. Из-за этого однозначно важно, чтобы как можно быстрее произошла перезагрузка власти после выборов уже. И тогда украинская власть, я уверен в этом, будет выстраивать новые отношения, уже на базе тех отношений, которые были, которые формировались, и особенно во время 24 февраля 2022 года, ну и до того, и до 24 февраля 2022 года. Из-за этого важно, чтобы наступила стабильность Польши, так как предвыборный этап Польши характеризовался очень разными заявлениями, но украинцы, как нация, и поляки, как нация, уже имеют современную общую историю, которая нас объединяет, и в том числе имеют борьбу за выживание наших государств, а Польша сегодня представляет европейское общество, Европейскую унию, которой, уверенно, идет Украина. И мы очень ценим позицию Польши в отношении Украины. Но сегодня миллионы украинцев официально работают, живут в Польше, и они в том числе поднимают экономику этого государства. И это говорит о том, что в будущем мы обязаны, мы должны будем выстраивать такую политику, чтобы не тратить время на то, что нас разъединяет. Да, я, Михаил Михайлович, благодарна вам, что в данном контексте действительно вы все-таки экстраполировали то, что происходит у него в Польше, на дальнейшее развитие отношений Украины и Польши, потому что действительно нам в контексте продолжительной агрессивной войны со стороны Российской Федерации важно здесь сохранить понимание европейского сообщества и в данном вопросе как раз Польши, того, что и кто сегодня является агрессором, кто продолжает агрессивные военные действия Российской Федерации. Поэтому наше задание следить, сегодня анализ определенный также мы можем проводить. Я понимаю, и я думаю, вы меня тут поддержите, что все-таки есть ряд определенных заявлений, которые тоже связаны где-то с Украиной. Они во время предвыборной кампании были направлены не против Украины, а были направлены для того, чтобы завоевать все-таки определенные симпатии ряда представителей электорального поля. Давайте так говорить. Точно так же, например, если мы говорим о агропромышленном комплексе, мы прекрасно понимаем, что, например, Ярослав Кощинский, «Право и справедливость», я вот недавнее заявление его нашла, где он говорит, что мы будем, да, там, в случае победы и так дальше, и нового вида коалиции, трансформации, будем поддерживать Украину, как и поддерживали. Хотя ранее он точно так же определенный ряд заявлений, связанные с сельскохозяйственным направлением, мы прекрасно помним, да, потому что, ну, была направленность такая, необходимо было все-таки, скажем так, определенным образом, позволю себе так сказать, ну, удовлетворить все-таки и жителей Польши в данном контексте, что вот мы сделаем все для того, чтобы вы лучше стали жить. И мы это прекрасно должны понимать, и должны понимать, что выборные процессы сейчас происходят во многих европейских странах, во многих странах, которые на сегодняшний день являются союзниками, поддерживают Украину. И все-таки эгоцентричные действия, связанные с развитием той или иной страны, мы тоже должны их, ну, все-таки понимать. Мы должны понимать, что каждая страна сегодня, а политики остаются политиками, они должны все-таки в данном контексте выступать на стороне своих стран. Поэтому я спасибо, что вы сказали, как далее может развиваться ситуация и картина в целом. Хочу еще тогда в продолжение нашего с вами общения поговорить, обсудить. Мы вот озвучивали дату 17-го числа, да, будут известны определенные результаты, хотя я думаю, что и сегодня определенные цифры мы тоже услышим. И вот будет фактически, скажем так, где-то сутки такого молчания, возможно, да. Далее уже это будет, не будет молчания, это будет анализ, это будет анализ над ошибками, это для поляков и для Польши. Но вот как вы считаете, как после выборов сформируется коалиция, да, пройдут определенные процедурные процессы. Вот как далее могут развиваться украино-польские отношения, независимо от того, как сформируется коалиция? Спасибо, Лейла, за вопросы, за ваш анализ. На самом деле для Украины очень важны отношения с ближайшими соседами по Европейскому Союзу, это Польша. Мы на самом деле ценим и помним, как власть Польши, как господин Ярослав Кочинский и весь польский народ отозвался и поддержал украинцев после 24 февраля. На самом деле эта страница войдет в историю двусторонних отношений, страница одна из самых ярких в отношении поддержки настоящих братских народов. Но когда идет речь об отстаивании собственных интересов, национальных интересов, то Ярослав Кочинский и Дональд Туск, они отстаивают интересы собственного народа. Когда речь идет о сельском хозяйстве, то фермеры Польши являются чуть ли не самой мощной силой в сельском хозяйстве в целом в Европейском Союзе. И мы знаем их позитивные примеры, на которых учатся в том числе и украинские фермеры. Но мы как государство, а мы как Украина, должны в том числе беспокоиться о национальных интересах Украины. И когда речь идет об этом недоразумении, я не считаю это каким-то большим конфликтом, то тут нужно, как для меня, тут нужно сделать итоги определенные, подвести для обоих сторон. Так как транзит, зерна в том числе происходит благодаря польской стороне. Если зерно или другая сельхозпродукция не проходила транзитом, а продавалась, либо реализовывалась на территории Польши, то этого не происходило без представителей польской стороны, я не говорю официальной власти. Ну а, к примеру, бизнесовых структур. Я уверен, что после формирования коалиции, ну либо большинства, украинская сторона будет инициировать встречи на уровне уже руководителей министерств, сельского хозяйства, в том числе руководителей правительства, и будет говорить о том, как решать в практической плоскости вопросы интересов. Естественно, каждый из своих будет в государстве решать вопросы, но с уважением относясь к партнерам. Очень важно, я еще раз подчеркиваю, чтобы из этого недоразумения не выиграла третья сторона, которая, к сожалению, смотрит не пассивно, а довольно активно, и делает свои определенные вбросы для того, чтобы выиграть время от нашей такой ссоры, и однозначно мы понимаем, что работает не только среди польского политикума, но и наш враг работает, и в том числе среди европейского политикума. Мы видим, как довольно боль реагирует на удачные переговоры и контракты с Германией, как Германия, в том числе, помогает Украине, как это довольно серьезно воспринимается нашим врагом, и ревностно даже некоторыми партнерами. Из-за этого я уверен, что мы не будем тратить время. Мы в украинском парламенте ожидаем, особенности в нашей группе, межпарламентская Украина-Польша, спасибо, что об этом вспомнили, мы ожидаем выборов в Сейм новых, новых депутатов, будем возобновлять взаимоотношения с теми, кто попадет из предыдущего состава. Будем искать новые связи и контакты с новыми депутатами, для того, чтобы на межпарламентском уровне, кстати, на котором у нас есть очень хорошая профессиональная работа, мы задавали тон исполнительной власти, чтобы не тратить такого драгоценного времени. Я еще раз подчеркиваю, я уверен, что два государства, которые демонстрировали и продолжают демонстрировать во время широкомасштабной войны России против Украины, продемонстрировали профессиональность, продемонстрировались добрососедство и пример, как должны жить два государства. Они как институции, субъекты, не будут долго тратить время для того, что нас разъединяет, так как все это находится в площади практического решения, и время тратить мы не будем. Мы активно смотрим за этим, тем более депутаты Верховной Рады Украины, и в том числе в Польше они находятся, на избирательных местах. Они как международные представители, и с другой стороны, они для себя, для себя, как для государства, принимают тот опыт, так как проводятся, верно было сказано вами, и выборы одновременно с референдумом. Для Украины это актуально после военный период, так как Польша показывает пример, как на самом деле важные государственные вопросы в отношении миграции, в отношении продажи иностранцам и другие вещи, это все проходит на референдуме. Это, как говорят, европейское правило, которым следует и наше государство. Спасибо вам огромное, Михаил Михайлович, за участие в нашем эфире. Всегда вам рады. В эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Михаил Цымбалюк, заместитель сопредседателя депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Республикой Польша, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.